МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С ними вывезли около трех тонн мусора. Стартовое событие основания парка – закладка памятного камня. Памятный камень будет установлен практически в том месте, на котором мы сейчас с вами стоим. Покажите, пожалуйста. Абсолютно верно. Вот здесь это будет обустроено местом, на котором будет заложен памятный камень. А что будет написано, выбито, что будет на камне? Ну, значит, здесь пока еще не определились, какое название в конечном итоге получит этот парк. Пока предварительно рабочее название – это парк семейных деревьев. Значит, ну и, конечно, будут произведены не только камень установлен, но и будет заложена первая аллея. Позже здесь появятся и другие аллеи, например, посвященные семейным юбилейным датам или рождению ребенка. А еще в планах возведения целого микрорайона. Будущая застройка пока не имеет названия. Известно, что она будет состоять примерно из 20 многоэтажек. Пустые за моей спиной застроят дома появятся на территории от Оврага до Железной дороги. Кстати, это будет целый жилой комплекс с необходимой социальной инфраструктурой. А вот участок Бурово-Болота в план застройки не попадает, как и Криничка, которая находится рядом. Построят новый микрорайон рядом с улицей Юбилейной, согласно генплану развития Гомеля, который несколько лет назад скорректировали. Разумеется, такая территория требует большой подготовительной работы, для чего необходимы серьезные финансовые средства. Что касается вопросов по поводу плохих грунтов, либо каких-то там еще, скажем так, оснований, что здания не могут быть построены на этом месте, будет проводиться дополнительная работа, проект застройки микрорайонов, в котором будет определено, какие необходимо выполнить мероприятия, для того, чтобы здания эти были построены. То есть, чтобы они были обеспечены и несущая способность, и их полноценное нормальное функционирование. Поэтому эти вопросы будут, конечно же, уточняться. Просто так никто дом не построит. На болоте или как там, на плохом грунте. Точная дата начала строительства микрорайона пока не определена. Но в том, что вместо пустырей вырастут дома, сомнений нет. Кроме высоток, планам предусмотрено появление здесь нескольких объектов общественного питания, магазинов, зон отдыха, детского сада. Марина Джалая, Валерий Гапанько. Новости недели.